здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня я рассказываю про ручку очередную шнайдер эта ручка пришла мне из китая из алиэкспресса она называется шнайдер вк 410 пришла на вот так вот коробочки это такая пластмассовая коробочка здесь с обратной стороны написано шнайдер по английски с логотипом и дальше все написано по китайски вот здесь сбоку тоже есть надписи что это vk 40 ручка и определенного цвета если мы откроем это все дело вы увидели вот такой вот упаковочку коробочку сторонку упаковочку прозрачного в которой лежит вот эта ручка шнайдер vk 40 и запасной картридж видимо для заправки иголкой они получи пустой это для того чтобы тут стояла в ручке я уже не разбирал точно стояла в ручке для того чтобы она была пустая я уже поставил картридж и вот собственно для того чтобы это все дело писать что из себя представляет эта ручка это полностью пластмассовая ручка такого серенького наверно цвета защелочка у нее белого цвета тоже достаточно жесткая на колпачке у нее написано шнайдер с логотипом сделано в германии наклейка видимо для определения производителя и что это товар вы больше ничего не написано на корпусе 2 есть окошечко в которых показывается наличие чернил открывается вот так никаких болтов не видно но прекрасно здесь держатель сам очень удобный перо еф толщина 0 5 миллиметров такие шероховатости на самом держатель непосредственно на фидере ничего не написано далее если мы откроем собственно место для заправки чернил место для заправки чернил тут уже стоит картридж колпачок собственно и видим здесь картридж один запасной лежит вот и картридж уже которые вставлены вот мы его немножко заправили соответственно закручиваю на пире написано еф это значит мягкое перо средней мягкости скажем так перед тем как писать мы сейчас взвесим вес ручки 14 4 десятых грамма толщина пера я уже сказал 0 5 миллиметров далее для ручки длина ручки 143 6 миллиметров толщина ручки диаметр ручки в самой большой части источном померяем 6 3 миллиметров ручка сделана полностью из пластика очень достаточно легкая мне кажется она удобная ну сейчас попробуем написать и сделаем очередной вывод о том как она пишет и так вот у нас есть тут тетрадочка такая уже мы кое-что тут написали сегодня мы пишем про ручку шнайдер микрофон сейчас подождаем а 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 и а и Продолжение следует... 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 То есть, например, не так писали. Писали, например, Петр Первый. Сейчас мы пишем... Вот список основных знаков кириллицы. Таким образом, прародительницей русского алфавита является древнерусская кириллица, заимствованная у кириллицы болгарской, и распространившаяся после крещения Киевской Руси в 988 году. Тогда в алфавите имелось 43 буквы. Своё название старославянская азбука получила сочетание двух букв. Аз и буки, которые обозначали первые буквы алфавита. Здесь получается Аз бука. Немного расскажу про азбуку старославянскую, которая содержит в себе некое послание. В чем это заключается? Что русская азбука – это совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Азбука отличается от других алфавитов не только практически совершенным воплощением принципа однозначности графического изображения. Один звук, одна буква. В азбуке есть еще и послание из глубины веков, которое, если мы немного постараемся, сможем прочесть буквально. Есть такое положение, что про славянские азбуки каждая буква имеет свое значение. И если читать это значение так, как они написаны, то мы можем прочитать некое послание. Например, если мы будем читать просто азбуку по буквам, то мы можем прочитать Азбуки веде, глагол добро есть, живите зелов земля, и иже как о людях мыслите наши он и покоя. Рцы слово твердо, укферит хер, цичвере шта, ира юсь яти. Если придать этому посланию современное звучание, получится примерно так. Я знаю буквы, письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобают разумным людям. Постигайте мироздание и несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Вот если прочитать про славянскую азбуку, мы можем увидеть вот это вот послание. Я знаю буквы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это высказывание, которое содержится в прославянской азбуке. Итак, завершая историю русского алфавита, хочу сказать, что были несколько реформ самой азбуки. Это была орфографическая реформа второй половины 17 века. Потом была реформа царя Петра I, это уже 1711 год, Петра I. Следующая реформа была в 1917 году. В алфавите тогда было официально 35 букв. Результатом последней крупной реформы уже 1917-1918 годов стал алфавит состоящий из 33 букв. На этом реформа русского алфавита закончилась. Правда, бывали еще, опять же, споры с всякими буквами, такие как Ё, например. Тоже это очень такая интересная буква, но она до сих пор находится в алфавите. Или в букву вот Э, или И. Но это при изучении конкретных этих букв мы уже поговорим о них отдельно. Итак, на сегодняшний момент русский алфавит включает 33 буквы. Из них 21 буква это гласные звуки. А, согласные, ой, согласные. Неправильным словом, 21 это согласные буквы. И 10 это гласные. Две буквы не означают звуков. Две буквы. Это твердый знак и мягкий знак. Согласные буквы это Б, В, Г, Д и так далее. Огласные буквы это А, У, О и так далее. Но об этом мы будем более конкретно говорить в другом видео. Вот на этой ноте мы закончим сегодняшнее видео. Что понравилось, что не понравилось, пишите в комментариях. Я думаю, что надо делать снисхождение о том, что я не ученый и не лингвист. А своими силами пытаюсь рассказать о некоторых вещах, которые меня интересуют. Поэтому я с удовольствием буду слушать ваши критические замечания. Может быть кто-то меня дополнит. А нашим итальянским друзьям я советую набраться терпения. Будем вместе изучать дальше. На этом всем спасибо. До свидания. Здоровья. И до новых встреч. Пока. Пока.